Высший совет правосудия уволил судью Жавтневого райсуда Днеправа Дима Галичева. Дескать, он нарушил закон. К тому же в октябре прошлого года служителя Фемиды детективы Набу поймали на взятки 10 тысяч долларов. Но судья пытается усидеть в своем кресле и готов за это бороться. Подробнее в следующем материале. Судью Жавтневого райсуда уволили за решение, которое он принял еще в 2013 году. Тогда УБП взял в конвертационном центре более миллиона евро и 100 тысяч долларов. Судья Вадим Галичев принял решение не накладывать на эти деньги арест. Высший совет правосудия расценил решение Галичева как нарушение закона и постановил уволить. После отримания решения высшей ради правосудия про позволение, голова суду будет выносить наказ про его выключение из штата Жавтневого районного суда. Жавтнево в районном суде Вадим Галичи занимал должность заместителя председателя суда. Проработал там недолго, около пяти лет, но успел прославиться. В октябре 2016-го его с крупной суммой денег, 10 тысяч долларов, арестовали детективы Набу. Взятку он должен был передать следователю, чтобы тот замял дело. Судью было затримано сразу после принятия неправомирной выгоды в размере 10 тысяч долларов США. Также было проведено санкционирование обшуки в его служебном кабинете и за местом его проживания, где было найдено 55 тысяч долларов США, 13 тысяч евро и 138 тысяч гривен, а также ювелирные продукты. Но под стражей Вадим Галичи пробыл недолго. Соломинский суд Киева выпустил его под залог в 260 тысяч гривен. Все обвинения судья считает необоснованными и решение высшего совета правосудие не признает. Даже готов его обжаловать в высшем админсуде Украины. Уважаю его необорудованным. Уважаю, что он не соответствует международным стандартам, правилам, что доцельности и оборудованности протягивания судей до дисциплинарной ответственности в моем случае. Удастся легаличему вернуться на работу в суд большой вопрос. А вот до 8 лет тюрьмы он вполне может получить. Дело о взятке до сих пор рассматривают в Запорожской области. Елена Медалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.